Всем привет, с вами Security Agents Games и сегодня я сделаю гайд, как пройти привет соседа релиз. В данном видео изображена версия 1.4, я покажу как пройти первый акт, второй акт, третий и соответственно финал. Поэтому давайте начинать. Я, если что, буду проходить с консолью, то есть я сделаю так, чтобы сосед меня не убивал, чтобы было удобно. Кат-сцены я также буду пропускать и максимально хочу скоротать видео, чтобы проходить акты коротко и быстро. Ну, как-нибудь постараюсь. Поэтому, бежим за мечом сначала. Так. Тут мы двигаться не можем, потому что, ну, мы, видимо, от страха уже, соответственно, ну, вы поняли. Поэтому и не могли двигаться. Итак, я веду команду, чтобы было удобнее. Меня сосед так атаковать не сможет. Нам потребуется мусорка и любой другой предмет. Поэтому идем вот этому шкафчику, залазим и ставим вот сюда на крае мусорка. Можно и коротки, но, ну, их потребуется больше. Я думаю, так удобней. Запрыгиваем вот сюда и ломаем вот это стеклышко. Все. Можем залезать, снимаем вот эту большую картину с ромашкой. Ух, е-мое. Она нам не нужна. Тут тайный проход. Мы можем открыть эту дверь, но это дверь как бы в дом соседа. Нам, в принципе, ее открывать не обязательно. Залазим. Для удобства открываем вот эту дверь. Вот. Ну, тут нам требуется самое главное вот этот ключ. Он здесь висит. Вот на вешалке такой. Это ключ от машины соседа. Мы идем вот так. Открываем. Он больше нам не нужен. И берем отсюда магнит. Дальше нам надо на задний двор соседа. Нам потребуется одна большая коробка и две маленькие. Видим такое отверстие рядом с лестницей. Ставим сначала большую коробку, а потом уже две маленькие. Так, сейчас. Удобней. Вот так. Отсюда нам потребуется достать вон ту отмычку. Лом нам не нужен. Отмычка нужна. Вот, берем ее. Магнит нам не нужен больше. И тут есть такой проход в дом соседа. Стекло такое. Залазим. Открываем дверь. Ого. Да. И здесь у нас есть такая дверь. Используем отмычку. Ой. И все. Вообще, мы как бы подумайте. Мы могли магнитом примагнитить вот этот гаечный ключ. Так как он нам и нужен. Но мы не могли, так как вот здесь такие штуки, они мешают. Поэтому приходится взять отмычку, открыть дверь и уже взять вручную. Через эту дверь опять же вылазим. Идем сюда и откручиваем. Больше нам он не нужен. Залазим. Проходим сюда. Цель надо открыть подвал. Но в первом акте подвал закрыт только на один единственный ключ. И вот он. Можем вылазить. Идти в зал соседа. И открывать. И на этом первый акт не заканчивается. Нужно еще и пройти подвал. Он, конечно, страшный. Да, реально. Есть два подвала. После первого акта, как бы, в первом акте и в третьем. Поэтому залазим. Идем. Тут открывается ворота. А здесь электричество. То есть оно сейчас включено у нас. Мы можем его и выключить, но нам надо открыть ворота. Пройти вот сюда. Так, нет, подальше. И вот здесь дверь есть. Открыть. Так как когда электричество будет выключено, мы не сможем открыть ворота. И они все закроются. Поэтому отпираемся. Вот так, так, так. Так, нам нет. Нам вот это вот надо дверь. И вот. Теперь мы можем выключать электричество. Для чего нам это надо? Так, сейчас проходим. Вообще ничего не видно. А после... Ой, так, нам не сюда. Извиняюсь. Нам как раз... Блин, вообще ничего не вижу, реально. Нам надо вот в эту дверь. То есть вот. Проходим сюда и налево сразу. Проходим вперед. Направо. Идем. Тут открываем. Идем. Открываем. Так, нет. И, извиняюсь, опять же. Проходим вперед просто. Открываем. И вот тут уже вот эта самая дверь. Блин. Сюда. И так. Когда мы выключаем электричество, открываются вот эти ворота. Нам надо вот эту штуку включить. Чтобы мы могли открыть эти ворота. Теперь идем опять туда же, в начало самое. Надо это все делать быстро. Пока что не появился сосед. А появиться он может через некоторое время. Ну, или же... Я даже не знаю, появляется он или нет через некоторое время. Но вообще, по сути, он где-то в подвале. Включаем электричество и уже прибегаем... Пробегаем по обычному. Сюда. Проходим. Сюда. Открываем. И мы теперь можем открыть это. Все. Подвал мы можем считать прошли. Но тут... Опана. Сосед. Поэтому бежим на него. Вот так. Вот так. Вот так. Ну, тут уже бил выходности. Итак. У нас начинается акт второй. Нас поймал сосед. Итак. Причем сосед еще... После того, как я прошел акт, у меня выключается эта команда. Нам надо посмотреть в глазок. И нас открыл картонный чувачок. Сын соседа, как бы. Но картонный, как бы. Поэтому открываем вот эту шахту вентиляционную и забираемся наверх. Выходим из дома соседа. Ой. Так. Так, вылазим. Сейчас я веду команду, чтобы сосед не мешал. И можем идти. Так. Первое, что нам понадобится, это забежать в дом соседа. На кухню. Тут у него есть в верхнем слоту холодильника гаечный ключ. Забираем его. И сразу же, когда выходим с кухни, вот эту вот штуку открываем. Она тут рядом с дверью в подвал. Вот здесь. Уходим. Всего такие штуки три. Вообще, есть много способов сбежать. Первое, это открыть замок. Второе, это открыть батут. Ну, а я покажу такой более быстрый способ. Так. Вообще, что нам в основном надо сделать, это открыть три, как бы, такие вот штуки. И взять гаечный ключ. Гаечный ключ в холодильнике. И сразу же там около двери первая. Здесь у нас находится вторая. И теперь нам надо открыть вот здесь поход. И сейчас будет здесь третья. Последняя уже. Сюда проходим. И всего три, напоминаю. Здесь третья. Так, теперь мы можем спрыгивать. Нам не надо. Нам... Ой. Нам надо несколько коробочек взять. Ну, хотя бы три. Будет достаточно. Забираемся опять. А, нет. После того, как мы активировали все три, у нас выпадает вентиль. Вот здесь вот. И теперь вот уже залазим. Мы должны его переместить туда. Ставим несколько коробочек. И вот сюда. Оп. Блин, нет. Не получилось. Получится не с первого раза. Оп. Оп. И ставим. Прокручиваем один раз. Чтобы пошла вода. И мы как бы выкачиваем воду. Ой. Я разбился. Это как вообще произошло? Как-то коробки забаговались. В общем, мы выкачиваем воду. Уже все. Уже выкачали воду. Вот отсюда. Там плавал как бы бассейн был с акулой. Вот. Здесь была вода и типа акула. Ну, на самом деле, акула это вот такой механизм. Ну, вот так как мы уже всю воду можем выкинуть, в общем. В общем, нам надо сюда. Итак, мы уже почти прошли. Куда бы встать-то? Нам надо вон на ту сторону попасть. Оп. И вот сюда. Итак, теперь мы берем разгончик и прыгаем вот сюда. Все. Мы прошли от второй. Это честный способ. Так как он был еще в начале, в самой первой версии. Но его как бы не пофиксили. Ну, значит, честный способ. Итак. Акт 3. Пропускаем. Повседневная жизнь как бы, да. Надо просто ждать. Просто ждем. Что хотим, делаем. Ух, какой вкусный сок. Ну, пока что ничего... Нам должно, в общем, постучаться. Нам дают такое письмо, и мы его открываем. И это письмо... Ну, вообще не сказано про что, но... Скорее всего, о том, что сосед как бы переехал. Вот дом соседа. Так. Да, вот он. Или... Да, вот он дом соседа. Вот он, он разваливает. И вот наш дом. Нам надо взять ключик из багажника, открыть наш дом. И... Ответить, понять телефон. Мы устаем. Ложимся спать. Ну, в конце сцены так сделано. И тут, когда мы уже ночью слышим крики, то вы сейчас все увидите. Итак, мы проснулись среди ночи, и видим вот такую громадину. Нам предстоит ее пройти. Опять же, я включу команду. В общем, план такой. Как мы видели, давайте зайдем в домик. Я вам покажу быстренько. Тут дверь. Она, во-первых, на двух досках. На ключ-карте, она вот такой вот. И на стул. Стул мы можем сразу же убрать. Осталось взять где-то на телом. И ключ-карту. Ключ-карта находится вот здесь. Но, как видите, она заморожена. Поэтому нам придется идти на задний двор соседа. Но при этом взять около нашего дома какую-нибудь маленькую вещь, например, яблоко. Можно даже две, если вдруг не получится с первым разом. Сейчас я вам скажу, что надо сделать. И две коробочки берем. Идем на задний двор. Также нам предстоит пройти три страха, так как это акт самый популярный. И сделано альфа-3, альфа-4 именно по его мотивам, как бы, можно так сказать. В общем, забираемся. В более ранних версиях вот здесь находится. Ну, тут, в принципе, переместили почему-то. А, точно, смотрите. Хотел вам сказать, что если у вас в вашей игре находится здесь, то он как раз потребуется вот так вот кинуть. Ну, только с той стороны. Ну, а тут можно и самому достать. То есть, если у вас вот здесь находится. Разбиваем окно, пролазим. И мы открыли вот этот лифт, как бы. Поднимаемся по лестнице. Вот раз, лестница. И тут вот вторая. Выше подниматься не надо. Открываем вот здесь дверь. Блин, фонарик бы найти где-то. Сейчас, погодите, я могу призвать интересных суммон? ГП. Как фонарик-то? Лайт, ну, лайт, С. А, ну ладно. В принципе, придется без фонарика. Итак, когда мы сюда забрались, добавлю примечание. Должна быть обязательно ночь. Сейчас скажу почему. Нам нужно попасть сюда. И вот на эти рельсы. Аккуратненько. Ох, да, сложновато. Но если вы не попали, если попали сюда, можете просто обойти по вот этим крышам, попасть туда. Вот так. Итак, открываем дверь. И видите, у нас тут как бы дверь, которую можно открыть только ночью. Вам понадобится несколько разных вещей. Ну, например, так. Два стульчика хватит. Открываем. Ставим. А вот эта дверь надо только днем. Поэтому ставим стулья, чтобы дверь не закрылась. Ну, и понимаете, что мы делаем. У нас утро. Ну, как вы понимаете, идет ночь, потом утро, потом день, потом вечер, потом ночь, потом утро, потом день, потом вечер. В общем, нам надо еще один раз. Угу. Сделать это можно также вот здесь. Ой. Так. И просто берем вот так. Итак, теперь у нас день. Угу. Так. Идем. В то же место. Поднимаемся туда же, на те же самые рельсы. И уже тут дверь открываем. Так. Вот так. Спускаемся вниз. И аккуратненько. Ох, ема. О, сосед там. И вот сюда. Оп. Все. Можем стульчики убрать. Заново поставить на всякий случай за собой. Открываем эту дверь. Ее тоже надо на что-нибудь поставить. Например, граммофон возьмем. Ого. Поближе куда-нибудь. Вот так. И сюда коробочку. Так. Нам теперь надо войти сюда. Ключ-шевчак. Эта дверь не откроется. Я вам скажу, что с ней надо будет сделать. Чтобы. Сейчас рассказываю, как получить ключ-карту. После того, как мы открыли эти две двери в виде ночь и день, нам потребуется войти в эту комнату. И мы видим картину. Нужно все предметы разложить так же, как и на картине. Ну, скейт мы ставим, как бы... Так. Скейт мы ставим... Тут, кстати, отзеркалено. Поэтому скейт надо ставить сюда, например. Так. Кепка. Ищем кепку. Где-то... Где-то есть она. А, вот она. Получается ее сюда. Потом надо подушку поставить вот сюда. Так. Фонарик. Фонарик у нас располагается вот здесь. Берем. Нам его поставить надо вот сюда. Не обязательно, как на картине. Вот можно и вот так вот. А у нас он просто так вниз. Так просто не получится поставить, как на картине. Ставим. Так. Поровнеем. И остается найти гитару. А вот гитара находится вот в этой... Вот в этой вот дверьке. Так. Мы выходим. Ох, е-мое, ох, е-мое. Вот так. 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 Лучше бы, конечно, зонтик где-нибудь найти. Но вряд ли. Мы его сейчас найдем. А потом найдем. Да, е-мое, как поставить-то тебя? Ладно, нормально, думаю. Не закроется. Теперь выходим вообще сюда. И нам надо вот здесь вот аккуратненько. Здесь есть вентиль. Ух, тихо-тихо-тихо. Покрутить. И еще раз. И еще раз. Пока что он не выпрыгнет. Нам он не нужен. Итак, теперь... Так. Мы можем аккуратненько вот сюда, чтобы заново не бежать в дом соседа. Сюда-сюда. И вот так. Чтобы заново не забегать, как бы. И теперь, после того, как вентиль окончательно упал, то есть его надо несколько раз покрутить. Ставим. Вот. Все. И теперь мы можем открыть уже вот эту дверь. проходим сюда, и здесь у нас гитара. Идем. Ох, блин, непроходно. И гитару ставим, получается, сюда. Итак, что же мы это вообще сделали, подумайте вы. Теперь, когда мы выйдем в это окно, у нас откроется вот эта решетка. Она не была открыта. И так, аккуратненько. Ох, все. Отключаем эту штучку. Спускаемся. И мы тем самым размораживаем ключ-карту. О, как раз зонтик. И сразу же, после того, как мы разморозили карту, всего же, ой, ну да, ключ-карту, мы, всего, напоминаю, в игре три страха, и можем пройти сразу же один из них. С помощью этой штуки вот эта вот подлетает. Так, зонтик берем. Он нам понадобится. Очень важно. Выкидываем лишний предмет, чтобы вас не задавило. Берем в одну коробочку и кидаем вот так. Все. Вот здесь находится первый страх. Для него даже ключа не надо. Он самый легкий. Итак, вам теперь надо просто запомнить кое-что. Катим тележку. Всего надо пять вещей найти. Кое-каких. Это супермаркет. По рельсам катится тележка. И тут есть манекены. Красные, которые вам приближаются, они могут вас убить. Но так как у меня стоит моя команда, то меня не убьют. Стой, куда покатилась? В общем, первая вещь. Это... Так, я что-то уже совсем перебрался. Чипсы. Вы их найдете. Если вы, кстати, забудете, вы можете посмотреть в тележке других манекенов и узнать. Вот, уже один. Просто приседаем. Так как этот страх дает нам способность... Вот, видите, экран такой серый. Сосед нас не будет видеть. И сок сразу же здесь рядом. Тут сразу же бутылочку такую берем. Так, ну здесь больше ничего. В общем, пока что чипсы, такой оранжевый сок, такая фиолетовая бутылочка. Давайте. Я не знаю, они точно будут меня... Не будут меня атаковать. Блин, на склоне как-то находятся. Так, сразу же здесь рядом есть соленые огурцы. Их тоже надо. Ну, либо здесь можно бутылку взять, кстати. Итак, покажешь четыре вещи. Надо еще одну. Ух, меня убили. Окей. Понял, принял. Так, да хватит агрица уже. Бесит. Реально. Вот. И сразу же здесь можем побежать. Да, тихо. Вон, видите, какая у него баночка. Она вот здесь. Вот она. Это взяли. Да, ё-моё, что такое? Я могу к тележке своей прибежать. Да, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, хорошо. Да, хватит уже. Что он такого сделал? Да, да, забираемся и ставим вот эту баночку. Всего пять. Напоминаю, бутылка такая. Чипсы, сок, соленые огурцы и вот такая фиолетовая баночка. Ну, розовая. Все, теперь везем. Они тут все рядом расположены. Ну, кроме вот этой фиолетовой банки, она вон там. И теперь просто везем прям по рейсам до конца. В конце уже манекенов не будет. Ну, в принципе, я считаю, что этот страх самый бесполезный, потому что, ну, если у вас сосед увидел, то вот с помощью этой способности вы уже так не строитесь от него. самое полезное это... Ну, расскажу позже какая-то. Да, хватит уже, блин. Эти я отвезу. Везем, везем, везем. Вот уже рядом кассам. Отвозим, отвозим. В более ранних версиях просто это все вылетает иногда. Итак, оп. Он считает. Зеленая лампа, это да. Видите, у пяти. И все правильно. Если что-то неправильно, то какая-нибудь красная загорится. И теперь просто бежим. Когда откроется уже, все правильно будет вот сюда. И все. Первый страх пройден. Он дал нам способность такую... Ну, скажу, неудобную. Еще здесь, кстати. Вот, в принципе. Итак. Теперь нам надо взять лом. Лом у нас, кстати, вот здесь находится. И к нему можно просто быстренько построиться. Берем несколько всяких штучек, столики, коробочки. И начинаем строиться. Там можно с помощью комнаты войти, но, думаю, так будет удобнее. Чтобы никуда не ходить, сразу вот все было. Итак. Так. 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 Здесь у нас лом. Только он горячий, поэтому придется его... Блин, надо еще одну коробку. А, или нет. Или я могу его... Во. Видите, мы его как бы роняем. Можем просто оставить ее, подождать пока что он остынет. Но у нас более такие варианты, знаете. Более солидные. Ух, е-мое, подскочили-то как. Нам надо его вот сюда вот кинуть. Так. Ух, е-мое, что такое? Всякие места мы... Всякие двери мы убираем. Тут у нас магнит есть, но нам он не нужен. По моему гайду, я не знаю, как. Двое других. Но здесь нам он не нужен. Хотя бы, стойте. Давайте мы его возьмем. Смотрите. И примагнитим. Так будет удобней. Ну, можно и так дотащить, знаете. Встанем ее в ванную. Все, больше нам магнит не нужен. Ждем пока, что он остынет. Тут недолго, в принципе. И... Все. Берем. Так, у нас соседа может поймать или нет. Давайте проверим. Чтобы... А то я на расслабоне такой... Да, может. Понял. После страха, значит, тоже. Все, а теперь... А, нет, все. О, может. Фига себе. А что так? Что такое у тебя? А сейчас может? Не, сейчас, видимо, нет, да? Все. И так, в принципе, подвал мы уже открыли. Лом мы взяли. Так, тут такое случается, что из-за досок нельзя открыть нормально. Ой, зонтик, зонтик, зонтик. И карточку мы разморозили, ну, и делал в там, поставив в нужные места разные предметы. Тоже есть. В принципе, подвал уже открыт. Но нам нужно еще пройти два страха. Сейчас я вам покажу, как все это пройти. Так, для этого нам надо... Хотя ничего не надо нам. В общем, идем сюда. Кстати, первый один из страхов находится вот здесь. Вот здесь. Только там ключик нужен. Теперь мы забираемся сюда. Оп. Оп. И оп. Это, кстати, то самое место, где мы тут лом тащили. Итак, нам нужно... Нас интересует вот эта вообще картина. Вот эта вот круглая с яблочком. Открываем ее. И тут вот такой проходит. Залазим. И нам надо... Так, сейчас я вспомню чуть-чуть. Получается... Да, получается сюда. Так. Проходим сюда. Сейчас я вам покажу нестандартный вариант. Ой. Ну, вы понимаете, мой толк, мое дело. Блин. Сейчас. Все. О, фига себе бин. О, да, все открылось. Это вот, чтобы побыстрее было. И это ключ одного из страхов. Итак, для этого нам надо идти вот сюда, сюда. Да, в общем-то нам надо вот сюда. Сосед там ходит. Опять же. И сразу же тогда, смотрите, берем несколько коробочек. Раз, два, три. А, ну два. Пускай два. Ну, надеюсь, этого хватит. Забираемся. Ух, ё-моё, чё меня так откинуло? Ёкар, ёкарный бабай. Что это было? Итак, нам надо сюда. Да, ну такая вот логика. Понимаете ли. Хватит нам двух. Нет, надо еще. Да, мы не тонем. Согласен, это странно. Давайте еще две возьмем. Вот так. Опа. А, фига себе. Фига себе. Пришлось и без коробок отходиться. Нет, и нет. Да, блин, я тут это теперь потерял. Блин, как мне? Блин, падает. Как же мне сюда-то забраться теперь? В общем-то, этот баг пофиксили, поэтому покажу более честный способ. Залазим наверх. Не на самое, опять же. Вот так. Идем вот сюда. Ух, ё-моё, отлетел-то опять. Так, ну нам... Так, мы можем... Хорошо. Так, тогда мы... Смотрите вот сюда. Так, а нам зачем вообще сюда-то я? Зачем прилетел? Нам надо вообще-то вот сюда. Ух, всё, хорошо. Тем самым мы откроем рычаг, жмём кнопку и запускаем вагонет. Можем спрыгивать. Ух, ё-моё, отлетел-то как всё. И идти... Опять же туда. Ну, не прямо туда, да. У нас вагонетка разбила вот здесь дво скин. Так, главное, чтобы она нас не сбила. Видите, она всё разбирает, разбивает на своём пути. Идём сюда, прыгаем. И вот нам надо сюда. Вот так. Здесь у нас глобус. Быстрее берём. Ага. Опа. Такая очерёдность. После этого... Так. Как бы нам выйти теперь? Придётся прыгивать опять. Выбраться здесь мы опять же не можем. В общем, строим башню тогда. Вот так теперь. От того, как мы взяли глобус, мы должны идти в свой дом. И поставить его в холодильник. Куда-нибудь соус вынем. Поставим глобус. Итак, примерно сколько он замораживается? Ну, давайте оставим его. А пока что я сделаю рум-турчик. Ну, ладно, шучу. Какой рум-турчик? После того, как мы глобус ледяной поставим, надо успеть его отнести. Пока что он замороженный. Поставить тогда вода как бы... Ну, понимаете, что с водой станет? И мы сможем взять граммофон. Потом забрать их наверх. Там уже... Граммофон поставить. Там помидорчики, они уменьшатся. И мы сможем пройти, так как они очень большие, мы не сможем через них пройти. Замкнуть механизм и тем самым забрать зеленый ключ для одного из страхов. Ну так, что там? Не, еще пусть замораживается. Ну, это второй будет страх. А третий, как видите, у нас есть красный ключ. Сразу же там, мы поднимаемся наверх, и вон там он находится. В принципе, все будет очень быстренько. Единственное, что долгое это с глобусом, так как если сетет поймает, он разморозится. И достаточно быстро он размораживается, поэтому... А, все, он уже заморожен, поэтому погнали. Так. Просто быленько гоним, чтобы он пока что не растаял. Так, так, так. Тихонько тает. Все. Давай, давай, давай. Все, хорошо. Ставим глобус замороженный. Идем быстренько. Вот сюда. Так, хорошо. Да, блин, давай, залази. Так. Так. Все, быстрее. Пока что. Он тает, что ли? Черт, надо... Стой. Оп. Вот так. И берем граммофончик. Капец. Так, окей. Граммофон есть. Теперь главное поймать вагонетку. Блин, где она? Хотя можно и без вагонетки обойтись. Тут у нас есть вот такой красный ключик. Его не может подобрать, да? Как бы... Или может? Нет, не может. Так, стой, вагонетка! Это варина. Все, стой. А вот сюда, значит, подгоняем, чтобы и проход был. И чтобы максимально близко, но чтобы проход был. Ну, ладно, думаю, хватит. Хорошее расстояние. Ну да, как бы, видите. Теперь мы запрыгиваем вот сюда. Оп, оп, оп. Запрыгиваем на вагонетку. Ох, е-мое. Нестандартный способ, конечно. Надо, наверное, поближе чуть-чуть ее. Что это слишком? Да, е-мое. Все, тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Оп, все хорошо. Поближе чуть-чуть. Вот так, думаю, нормально. Вот, теперь... Вот сюда. Опа, сюда. И вот сюда. Все. Забираемся потом сюда. И, как видите, здесь помидорчики. Ставим гермофон. Включаем. Берем вот. Хо. Все. Так, теперь нам надо сломать механизм. Но, граммофон нам больше не нужен. Хотя давайте на всякий... А, ну все. Мы можем уже походить по этому. Божем ее вычеркнуть. Все. Не, он сюда не пролазит. Е-мое. А что-нибудь на крыше? Блин. Я тогда, давайте... Еще? Мне просто... Что-нибудь на крыше тогда возьмем еще? Что-нибудь на крыше тогда возьмем еще? Ну, в принципе, граммофон даже был меньше, но попытаемся впихать все это. А, механизм уже... А, нет. Как-нибудь впихаем, давайте. Механизм остановлен. Это мы механизм магнита специального остановили. Давайте сразу заодно пройдем в страх. Вот здесь вот. Так. Оп. Можно просто сразу с крыши сюда запрыгнуть. Как достать красный ключ, я уже вам говорил в видео. Заходим. Итак, этот страх нам дает... Сейчас вы увидите. Он, кстати, достаточно сложный. Но еще... Ну, по сути, он из трех страхов самый легкий. Так, запрыгиваем на книгу. Как видите, здесь все гигантское. Потом пробираемся на следующую полку. Вот так. Так, берем кружку. Становим сюда, ломаем вазу. Забираемся. Идем на следующую полку. Забираемся. Дальше. Вот на эту доску. И вот сюда. При этом зажимаем кнопку назад. Ну, вот эту S. Ну, либо на мобиле. Вот вниз. Джойстик. И мы проскальзиваем сюда. Дальше прыгаем сюда. Берем четыре дрочка. Вот эти ходки. Толкаем самолет и запрыгиваем на него. Куда-то мы не туда полетели, слышь. Вбок куда-то вообще. Нормально толкануть. О, хорошо. Вообще куда-то вбок полетел. Все, забираемся сюда. Проходим. Потом два телефона и трубки. Потому что надо попасть наверх. При этом все гигантское. Ставим дрочки. В принципе, трех хватит. Нет, сейчас пониже чуть-чуть. Вот так. И так. Чуть по-другому расположим. Вот так. Так. И вот так. Так нормально, наверное. Хотя нет, наверное, все равно не смогу. Ой. Тогда можно вот так, знаете. Вот таким методом. О, все. Проходим по доске. И последний штрих. Прыгаем. И быстро нажимаем пробел. Все, мы прошли страх. Он достаточно легкий. Так. Где это я? В общем-то. Оказалось, что это косяк репака, видимо. Скорее всего, потому что я и в игру перезаходил. Ничего не работает. Поэтому придется мне без двойного прыжка подходить. Итак. Ну, после того, как вы прошли, я показал. У меня просто какой-то баг случился. Не пойму какой. Остался один страх. Итак. Мы остановили механизм. Все-таки, что он делает? Да? В хрустиле. Нам надо пока что просто... Так. А я смогу долететь? Отлично. Вернуться вот сюда. Гонетка, не задави меня. Вот здесь. Взять несколько коробочек. Достроиться. Как раз здесь и находится. Потому что этот магнит... Так. Так. Еще уберем коробочки. Так. Все. Так. Все. Проходим. С помощью пристава. Да е-мое, что такое вообще? Идем. Сюда. И вот этот самый большой магнит. К нему было все примагничено. Но теперь можно ключ забрать, так как мы механизм остановили. Итак. Идем в самый низ. В дом соседа. Так. Идем, идем. А, точно. У нас сейчас же команда пропала. Введем. Привет. Привет. Друзья, навсегда. Итак. Нам. Так. Ключик. Угу. И открываем. Надеюсь, тут такого не будет. Ну, хотя вряд ли. Не думаю. Итак. Спрячемся в шкаф. Это самый сложный страх. Объясню. Звенит звонок. Мы выбегаем. И прячемся в следующий. То есть, когда, как бы, перемена. Вот она сейчас наступила. Манекены гоняются и могут тебя убить. Но, когда урок ходит всякие заучи, можно так сказать, да? Зауч один там, как бы. Ну, я так их называю. Вот он. Стрел. А, не. Он в компе сидит. Он не заметил. Все. Переменка. Все гоняют. Он за мной. Блин. Меня зауч поймал. Он за мной. Он за мной. Он за мной. Он за мной. Я прошел. Наконец. Быстро нажимать пробел. Главное сейчас. Это директор. Все. Так бы заново пришлось проходить. Фух. Наверное, спустя... Наверное, сколько попыток, блин, я не знаю. Спустя попыток 20 я прошел. Ух. Это просто мощь. Скажу вам так. Вот так вот. Можем сразу же выйти. И что мы имеем? У нас все страхи пройдены. Ну, у меня, конечно, даблджамп, но двойный прыжок не пройден. Который вон там проходить. Так как репак кривой, знаете. Поэтому так приходится. Ну что, мы можем идти в подвал. Тот же самый подвал мы видим. Только он какой-то слишком кривой. То ли он слишком маленький. Мы должны идти сюда. Тут нет. Соседы, не беспокойтесь. Так. Первый страх применяется здесь. Когда проходит тень, мы приседаем. Это тень, да. Страх соседов. Ждем. Ну, как можно дольше, желательно. Кто поймает нас. Думаю, хватит. Побежали. Бежим сюда. Забегаем. Берем стульчик. Все. Ну, здесь, в принципе, конец. Потому что, ну... Да. Итак. С помощью двойного прыжка вы разгоняетесь. И второй применяете уже рядышком. То есть, перепрыгиваете. И вот так. Ну, у меня, так как... Крепак. Кривой. Я делаю это вот таким образом. Чуть-чуть нестандартным, знаете. Опа. А, офига себе. Не, ну тут возможно перепрыгнуть. Тут, да. Тут это реально. Только надо как-то... Давайте попробуем то дальше, то наоборот. Ух, нет, надо поближе чутка. Давайте вот здесь попробуем. Ух, блин. Это сложновато. Не, ну это возможно. Опять же, повторяюсь. Ух, ё-моё. Ух, блин, да опять такое. Что за хрень. Здесь применяется как бы второй страх. Двойной прыжок. Ну, без него, знаете, так плохо. Если вы спидраните, ну, тогда уж более ранее версию использовать, так как можно прямо с первой попытки перелезть с таким багом. Ну, знаете, с двойным прыжком я не смогу показать, ну, липак кривой. А давайте попробуем через бок. Блин. Нет, стойте. Вот так вот. Может так получится? Ух, нет. Ладно, последняя попытка. Да, я смог. И тут применяется третий страх сразу же. Как вы видите. Сосед нас уже не тронет. Третий страх применили. И... Третий акт сложненький. Прошли. Приседаем. Тут не сможем пройти. Итак. Это шок. Реально. Акт финал. Смотрим в окно. Тут сосед огромный. Ух. Отходим назад чуть-чуть. Сразу же. Ну, он нас все-таки не сможет убить, так как он слишком большой, он нас как бы не видит. Проходим сюда. У нас, кстати, когда мы, если мы даже без двойного прыжка прошли, то у нас он не появляется, как вы видите. Видите? Он у нас есть. Ох, я ударился. Ох, я ударился. Так. Оп. 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 И оп. Включаем магонетку. Вот она пошла, пошла. Еще она вот тут, посмотрите. Так, так, так. Бум. Теперь набираем коробок, сразу же. И идем сюда. А это, в принципе, легко? Очень легко, скажу вам так. Так, нет, нам надо... Вот видите, тот выключатель? Он включает тостер. Так, сейчас нет. А, включил я. Хорошо. Все, тостер мы этот включили, чтобы подскочить на него. Как в одном из страхов. Забираемся через... Ой. Фонарик. Фонарик и на радио. И с радио по этой, по этой, по этой. Прыгаем в тостер. Вот сюда. Нам надо пасть наверх. На самый. Поэтому стараемся попасть. Итак, летим, 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 летим. Блин, не долетел я. Уж получится? Нет, видимо, нет. Так, ладно. Коробки нам не нужно ценить. Да, сложно. Ну, в принципе, нет, легко попасть. Но просто... Надо, наверное, в потолок не уберечься. Так, так, так. Вот так, вот так. Дальше проходим опять же сюда. А давайте попробуем... А, нет. Вот в этом лучшем. Так. Давай, давай, давай. Лети, лети. Да, все. Тут включаем и этот выключатель. Спрыгиваем. Сюда. Все. Надо просто на лифт успеть. Это тот выключатель включает лифт. Так, вот. Поднимаемся наверх. Да. Все огромное. Итак, после того, как поднимаемся наверх, уже у нас стеклышко есть. Да. Мы... Тихо. Берем чайник. Чайник... Нет. Все. Теперь все. Нужно долазить. И так, сейчас опасно. Смотрите. Включаем. И у нас проваливается пол. Мы можем, конечно, на лету вот зонтики какие-нибудь подобрать. Но, блин, это сложно. Поэтому разбиваемся. И уже опять на то же место приходя, там уже куча зонтиков отлетает. Берем один из них. Так. Значится. Есть много вариантов убить соседа. Один из них можно с помощью тостера, например, вот сюда. Ментус взять. Волшебный. И туда полететь. Один из вариантов. Так. Долети. Ну, это такой самый. Ну, вообще их много, да. Ну, давайте используем... Руби. Ну, сначала запускаем, значит, Ментус. Потом поднимаемся опять же наверх. Так. Все. И летим уже вон туда. О, где вагонетка разбила. Берем свечку. Идем вот к этому фейерверку. Это уже второй способ отбить соседа. Вот так вот. Оп. И... Бум. Все. Дальше. Нам надо... Ну, давайте подумаем. Как же еще соседам нужно? Так. Помнится, они где-то здесь... Вон, да. Нам надо попасть туда. Можно с помощью опять же тостера подлететь. И туда взлететь. Ну, давайте так и сделаем. Так. Так. Так, блин. Упал я. В общем, надо сделать так, чтобы сосед как можно больше был ниже. Ну, чем ниже, тем легче будет. Поэтому давайте... Тостер. Блин, а я смогу, интересно? Нет, туда надо... А, да. Летим. Так. Мне туда вообще надо. Адем. Значит, летим. Оп-па. Оп-па. Все. Один из шариков берем, толкаем. Оп. И теперь еще с вот этого луковня укуляем. Так, берем свечку. Поджигаем. И... Что-то не подожглось. Теперь мы полностью отбили соседа. И можно к нему уже подобраться. Легко. Просто он был сокой, и было очень сложно отобраться. Но теперь это легко. Идем к тостеру опять. Получается, вот так. Забираемся. Вот так. Прыгаем. И летим на граммофон. Вот так. Так. Все хорошо. Все, и летим вот на ту сторону. Так, долетим. Все. И осталось вот сюда. Так, он слишком сосед что-то подергался. Все, мы... Ну, это еще не финал. Сейчас вот будет финал. Итак. Выходим из двери. И... Это тоже не финал, скажу вам так. Самая сложная часть заключается в этом. Это мы маленькие, из первого акта, и второго тоже. Мы играем. Мяу. Итак. Мяу. 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 Он видит тень. Он убанится. Он поднимается. Мы должны... Наш цель его защищать. Итак, первая защита проходит здесь. Надо просто... С каждым ударом мы увеличиваемся. Так, он пробегает. Но мы вниз, мы вниз. Нам надо обойти. Нет, не сюда. Блин, вот сюда. Он туда, а мы сюда. Так, идем. Сюда должен прийти. Сюда. Сюда поднимаемся. И идем сюда. Теперь он... Или он не сюда пошел. Я потерял ребенка. А нет, все правильно. Стремимся. Теперь куда я? Я вам сам запутался, блин, честно. Нам надо сюда. Так, да блин, давай, 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 давай. Я сейчас застрял. Нам надо сюда. Оп. Сюда. И вот сюда. Иди. Давай, давай, беги. Хорошо. Так, дальше куда-то ты бежишь. Да блин. Опять наверх уже поднимаемся. Быстрей. Быстрей. Сюда. И... Все. Мы стали очень большими и побеждаем тень. Ну и финал. Сайд дом и дверь. В доме у нас... Сосед запер дверь. Он нас как будто просит, спаси меня. А в дверь к нему долбится тень. Страх соседа. Ну и, видимо, сосед не выжить, тень все-таки продолбится. Блин, ну вот на этом месте реально жалко соседа. Ну что ж делать. Придется выходить. И тут... Мы просыпаемся и понимаем, что это был все сон. Первый, второй, даже третий акт идеи. Дома соседа нет. Мы выходим. Много людей ездит. Ну вот такая концовочка. Ну я вам надеюсь, помог. А вы пройти. Фил Нейбор. И теперь вы сами все это сможете. Осуществить. А с вами был Security Against Games. Всем удачи. Всем пока.